Друзья, всем привет! Вот такая стоит погодка сегодня. 31 октября, 23 год, Украина, 23 градуса на термометре. И вы видите состояние семей, какие удалось взять в объектив. Облет полным ходом, пчелки радуются теплу. Очень много пчеловодов снимают видео на тему проблем, на тему опасности такой погоды для пчеловодства. Ну, в принципе, что можно сказать? Бабье лето всегда бывало, всегда оно бывало в 20-х числах. Есть ли опасность какая-то? Если потепление составляет буквально там нескольких дней, то никакой опасности нет. Но если тепло установившееся и оно довольно-таки длительное время, я замечал, что порядка 7 дней, если у нас идет теплый период времени, тогда уже пчелы начинают там как-то оживать. Но они на сегодняшний день даже не засыпали, так скажем. То есть не было конкретных клубов, не было конкретного состояния анабиоза пчел, потому что холодного периода до сих пор еще так и не наступило. Так что же делать? То есть какие можно предпринять меры или как там паниковать пчеловоду, предпринимать какие-то действия или нет? Я повторюсь, для тех, кто знает, у меня сетчатые донья стоят на ульях. И в тот момент, когда наступает прохладная погода, холодные ночи, ночью все равно холодно, я открываю донья. Это позволяет охлаждать гнездо. Как бы не было тепло днем, пчелы все равно не закладывают расплод. Да и по весенней погоде мы знаем, что когда нет пыльцы в природе, то пчелы также неохотно его закладывают. В семье преимущественно, наверное, 85% семей у меня были без расплода. Порядка там 15% на пасеке было с расплодом. Давайте откроем улья и посмотрим, что на сегодняшний день происходит. Есть ли расплод, есть ли засев. Тем более, что такой теплый день уже не первый. Просто сегодня удалось снять видео, до этого просто не было времени. Но это действительно не первый день. Уже довольно долго стоит такое тепло с 20-ти градусной погодой. Сразу скажу для тех, кто занимается, практикует изоляцию маток в зиму. В первую очередь для того, чтобы кому-то что-то советовать, говорить, нужно всегда делать скидки на регион, на особенности позднего медосбора, содержание пчел, типа ульев и так далее. И в данном случае климатическую зону также. Вот в моем случае климатическая зона это умеренно климатический пояс, когда зима, в принципе, начинается где-то, ну, морозы установившиеся, постоянные с похолоданиями с 15 декабря. С 1 декабря могут быть. Ноябрь обычно дождливый, холодный, 5 градусов, ветрено. Но вот завтра уже ноябрь. И пока что не обещают конкретного похолодания. То есть сместились все эти климатические пояса, зоны, графики. Все сместилось. Зима наступает позже. Поэтому относительно изоляции в нашем регионе, возможно, мы начнем практиковать это. Возможно, к этому придем. Но на сегодняшний день с сеченными домидониями я пока не вижу такой острой необходимости. Давайте же заглянем в улья и посмотрим реально без каких-то, на словах, без каких-то теоретических моментов, есть ли расплод в семьях. И чего ожидать? Плохо что-то или же все нормально, все хорошо? Какие расходы кормов? Есть ли эти расходы кормов? Мы сейчас все это увидим. Начнем, друзья, с той семьи, которая нормальная, сильная, здоровая, без расплода была долгое время. Посмотрим, не заложила ли она расплод. И дальше посмотрим, каково состояние тех семей, в которых я обнаруживал расплод небольшое количество. И предпринимал меры для того, чтобы его сократить. Ну, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамочек у нас стоит. Это значит, что я, скорее всего, вот эти крайние мог оставлять, возможно, маломедными. Сейчас посмотрим. Как видите, пчелки у меня добрые. Дымарем я не пользуюсь уже, наверное, я не помню, когда им пользовался в этом сезоне. Весной было. Оставались там у меня семьи, которые были злые. Еще летом поджигал. После лета уже все. После июля месяца. Так, я вижу, что на крайней рамке довольно много пчел. Сейчас посмотрим, что они здесь делают. Здесь у них есть закристаллизовавшийся мед, который не запечатан. То есть, он сел, но он не запечатан. Даже такой есть. На этой стороне они, скорее всего, эти ячейки вычищают. Может быть, переносят мед. Сложно сказать. То есть, эта рамка такая в качестве дополнительного корма стоит. Когда семья сжимается, я это в предыдущих видео рассказывал, то я эти крайние рамки маломедные могу убирать. Если на них нет пчел. Если полностью все пчелы сжимаются в клуб. Здесь рамка с меньшим количеством пчел. Но полномедная. Очень тяжелая. Так, ну и в принципе, дальше идут рамки полномедные. На них вряд ли где-то бы матка нашла место посеять. Кстати, тоже нюанс. Иногда там рассказывают о каком-то позднем расплоде. Понимаете, если сформировать правильно семью. Если просто ей дать одни полномедные рамки. Вот они. Все рамки в меду. И здесь концентрация пчел на рамке меньше. То есть, это говорит о том, что с крайней рамки они корма перетягивают. Вот заполняют какие-то свободные соты в центре. И после того, как все это позаполняют. Они покинут крайнюю рамку. Так как будут сжиматься к центру гнезда. И смогут сформироваться на кормах. Ну давайте досмотрим. Уже так, чтобы раз раскрыл. Ну очень полномедные рамки. Пчелок, вижу, стало меньше. Понятное дело. Уже в улье те пчелы, которые будут зимовать. Летних уже нет. 31 октября, повторюсь. Так, ну здесь немножко больше стало на рамке. Ну естественно, пустых ячеек нет. Вот здесь вот есть краешек пустых ячеек. Ни одного яйца здесь не вижу. Вот она маточка. Ходит, потревожил пчелок. Ни одного яйца нет. И маточка, кстати, очень-очень коротенькая. Она уменьшена в размерах. Видно, что она не сеет в принципе. Я не буду дальше разбирать. Остальные рамки не вижу смысла. Я уверен, что, видя какая матка, я уверен, что там абсолютно нет никакого засева. А для того, чтобы она начала сеять, ей нужно время и хорошее питание. Ну дней 5, 3-5-7 дней. Питания этого нигде нет. В принципе, там никаких цветущих растений нет. Если вы живете в какой-то зоне, где есть пыльца от каких-то трав. Медоносов, может быть даже медоносов, вы можете посмотреть на прилетки, как у вас ведут себя пчелы. Тянут ли они пыльцу, есть ли принес пыльцы. Вот если они пыльцу тянут, то вероятность того, что и расплод у них есть, и матку они будут хорошо кормить, очень высока. Если пыльцы нет, то знаете, меня всегда удивляют те пчеловоды, которые сами себе противоречат 2 раза в год. Ну, это я так минимум говорю, 2 раза в год противоречат. Первое противоречие в чем? Начинается весна, все стимулируют маток, стимулируют семьи, подкармливают медовую сыту, сиропы, канди, пыльца. Куча методов, способов выдавить те яйца с матки, чтобы быстрее, 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 быстрее. Когда поздняя осень, начинают рассказывать о том, что ой-ой-ой, поздний расплод, расплод гонят, что делать и так далее. Но весна от осени ничем не отличается. Я имею ввиду тот период, когда нет пыльцы в природе. То есть на данный момент у меня под ногами куча листвы, которая опала от первых заморозков. Есть еще зеленые деревья, но взять откуда-то нектар, цветущего ничего нет. Это первый признак, первое как бы условие. Второе условие. Тем временем я перенес уже камеру к улью, в котором помню расплод, где был. У меня по записям записано, что одну рамку с расплодом я отставил в эту часть гнезда, а одну оставил с той стороны. Как я вам показываю, что такие рамки разношу в стороны, а центр у меня полностью забит кормами. То есть у меня, как вот зимой тоже был, кстати, момент 1 января. Вот такое тепло было, 17 градусов облет. Мне там все писали, это в этом году было, 23 год. Ой, все, теперь семьи погибнут. Друзья, ну на видео во всем моем сезоне и сейчас те же самые семьи, которые были 1 января 23 года на облете. Никакие семьи не погибли. Ну вот здесь они забрали мед. Эта рамка у меня стоит за заставной. Продолжают забирать, есть что забирать. То есть они продолжают стягивать корма в центр гнезда. Сюда я подставлял рамку за заставную после похолоданий. Не для стимуляции, а для того, чтобы они немножечко пополнились кормами. Потому что здесь был расплод и моя задача максимально-максимально обеспечить семью кормами. Вот эта рамка должна быть практически пустой, то есть она была с расплодом. Так, ну вот здесь все залито с одной стороны. С этой стороны очень мало, практически ничего нет. То есть подтягивают к центру. И посмотрим следующую рамку. Возможно, я расплод, скорее всего, прикрывал. Вот здесь он был. Сейчас глянем, что у нас здесь происходит. Так, ну расплода никакого нет. Абсолютно. Ни яйца, ни запечатанного. И второе, ребята, не договорил, это наличие пыльцы. Без этих двух факторов никакого там бурного развития не получится. Есть вот у меня на рамке медоперговой одна пчелка с обножкой. Где-то что-то насобирала, скорее всего, с каких-то осенних хризантем. Ну вот, в основном и все. Больше с обножкой нет. Конечно, будут единичные пчелы, которые всегда что-то будут находить, приносить. Не без этого. Так, на данный момент расплода здесь мы не видим в этой части. Но я помню, что основная рамка с расплодом у меня находилась вот в этой части гнезда. Так, сейчас посмотрим. Эта семья более активно себя ведет. Она начала выходить на облет. Но не бросается. Так, здесь у нас по солнцу иногда хорошо смотреть, иногда не очень, смотря как светит. Яиц нет. Нет, друзья, здесь нет засева. Из этих рамок они также выбирают корма. Сейчас посмотрим еще одну, в которой он может быть. Почему в крайних? Я же объясняю. Я их сюда переставлял с расплодом. То есть, расплод вышел, было бы холодно, я бы сейчас полностью их все забрал. Так, вы видите пятнышко расплода, которое есть. Вокруг этого пятнышка есть яйца. Небольшое количество яиц присутствует. Вот она, матка ходит на этой рамке. Смотрим дальше. Так, здесь есть уже личинки с молочком. Небольшое количество, буквально до 20 штук. И вокруг этих личинок яйца. То есть, на этой рамке матка продолжает работать, продолжает засеть. Это говорит о том, что небольшое, то есть, на это количество, какое вот есть, небольшое количество корма также может потребляться. И это не есть хорошо. Но эта семья изначально у меня была отмечена такой. Могут быть породные особенности в семьях, когда вот их не остановить даже охлаждением гнезда. На соседней рамке засева нет. Эта рамка уже с медом идет. Значит, ребятки, в принципе, получается, та семья, которая была с расплодом, он в ней есть. А если те семьи, которые перестали гнать расплод, перестали, засев у них перестал идти, значит, те так у нас и есть. Но я посмотрю сейчас особенно ту семью, друзья, которая была постоянно у меня с расплодом в этом сезоне. У нее не было безрасплодного периода. И обязательно посмотрим, сколько там сейчас расплода. Это та семья, в которой было больше всего клеща. Вот эта семейка. У меня была с большим количеством, ну как большим, наибольшим количеством расплода. Здесь было больше всего и клеща. Здесь у меня находится племенная матка, от которой я брал материал. Поэтому эта семья не прекращала засев весь сезон, в отличие от других. Сейчас посмотрим ее состояние. Кто-то там мне пророчил, что она не доживет до весны из-за такого количества клеща. Посмотрим, друзья. Я все показываю, как есть. Ничего, ни от кого не утаиваю. Так, ну что. Здесь уже пошли корма. То есть расплод у меня был или на крайней рамке, или возможно здесь прикрывал. Сейчас посмотрим. Уже не помню. Запись не посмотрел. Да нет, здесь полностью рамка с медом. То есть расплода здесь совершенно нет, ребятки. Так, и сейчас смотрим с этой стороны. Здесь рамка тяжелая. Есть корма. Как для крайней рамки, так вполне. Тем более, что пчел не очень много на ней сидит. Так. Ну вот здесь генерация пчел. Вышла как раз сентябрьские пчелы. Пару рамок. Были на выходе. Так. Да, крайнюю рамку я скорее всего уберу. Эти оставлю. Никакого расплода здесь, друзья, нет. Я могу показать для тех, кто не верит. Или может там сказать, что не все показал. Я могу и дальше пройтись. По рамкам. Здесь негде сеять. Тут везде корма. Вот в этой рамке тоже. Кстати, здесь даже умудрились немножко перги натянуть. Я не буду ничего переставлять. На край там ее совсем немного. Так. Ну что, друзья. Пора делать вывод и заканчивать осмотр. Значит, вывод следующий. Те семьи, которые имели расплод, еще в некоторых семьях он продолжается. Потому что тенденция сохраняется у семьи. Есть такие, кстати, и семьи, и породы. Многие мои коллеги, которые не одно десятилетие держат пчелу, говорят, что в принципе расплод круглый год это нормальное явление. Поэтому максимально мы на сегодняшний день можем только помочь им охладить гнездо, открыв сетчатые донья и больше ничем обработать от клеща и таким образом ждать зимы, потому что на природу, на погоду повлиять мы не можем. В общем, данная семья у меня стоит на контрольных весах. И то, что я могу на сегодняшний день вам сказать по весу, когда я последний раз сокращал гнездо, у меня здесь было 45 килограмм, 100 грамм. Сейчас 45 килограмм ровно. То есть за минусом 100 грамм это может быть вес каких-то пчел, которые отошли, и потребленного корма, в том числе и просто погрешность весов. То есть пока что 100 грамм. По данному улью мне как раз хорошо тем, что я здесь, он как бы считается самая проблемная семья. Если уж там говорить по количеству клеща и так далее, и так далее. Вот мы будем за ней наблюдать по весу. Посмотрим сейчас еще донышко. Добавился ли здесь клещ после того, как... Клещ есть после того, как я его посметал. Порядка, ну не знаю, штучек, штучек 10, наверное, я не больше. 10, может 15 штук клеща есть. Поэтому ждем, ждем похолодания. Действия очень простые. После того, как похолодает, в тех семьях, где у вас критично с расплодом, большое количество, рамка может быть, там полрамки. Вы в этих семьях еще раз потом проконтролируете, что и как. И, конечно же, обязательно в тех семьях сделать контрольную обработку. У меня многие спрашивают, когда обрабатывать, когда там дальше, дальнейшие действия какие делать. Обработка, финишная обработка после того, как конкретно похолодает и выйдет расплод. Замечаете те семьи, в которых у вас конкретно много расплода, ну там рамка больше, там половины рамки, может быть, две у кого-то рамки расплода. Смотрите потом, когда он там выйдет. И в этот момент вы берете и обрабатываете пчел по выходу всех пчел из сотов от клеща. Таким образом вы сможете обеспечить успешную зимовку пчелам. Поэтому посмотрим. Возможно, зима начнется просто на месяц позже. Возможно, через две недели уже что-то изменится. Будем контролировать ситуацию, смотреть. Спасибо большое. Это было обзорное видео о состоянии пасеки на сегодняшний день. О состоянии семей, количестве расплода. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не нравится, делайте замечания, пишите комментарии. Ну а у кого есть вопросы, спрашивайте.